Гормоны, значит, гонотерапины, которые продуцируются передней долей гипофиза, они воздействуют на периферические звенья гонадной оси, это семенники у мужчин, яичники у женщин, и по механизму обратной связи контролируют функциональную активность гипоталамуса и гипофиза, и в частности выработку именно ими гонотерапинов. У человека и млекопитающих имеется два основных гонотерапина. Это лютеринизирующий гормон, который продуцируется лютеротропоцитами одной гипофизой, представляет собой альфа-бета-гетродимер, и фолликулостимулирующий гормон, который также продуцируется гипофизом, только другими клетками, фолликулоотропоцитами, и также представляет альфа-бета-гетродимер. Кроме того, у человека, приматов и некоторых млекопитающих также экспрессируется хронический гонотропин человека. Но вот здесь достаточно интересная ситуация. Имеются, соответственно, как гетеродимерные формы ХГЧ, так и мономерная форма, это так называемый бета-ХГЧ. И продуцироваться они могут как гипофизом, так и внегипофизарными тканями. Причем, надо сказать, что как раз гипофизарный ХГЧ был открыт сомнительно недавно. Это, в общем, действительно одно из таких ноу-хау из последних событий всех, которые в этой области произошли. Я уже сказал о том, что все гонотропины представляют собой гетеродимеры. Так вот, альфа-слюбеница во всех гонотропинах идентична по первичной структуре. Она кодируется одним и тем же геном. В то время как бета-слюбеницы, они вариабельны. И, собственно, они определяют типовую принадлежность того или иного гонотропина. Первое, наверное, поле, скажем, чудес, в которое мы входим, это, конечно, регуляция продукции гонотропинов. Ну, соответственно, и всей гонадной оси. Совершенно естественно, что классическим таким регулятором является гонадолиберин. Он, в общем, действительно восседает уже многие десятки лет на троне, как главный регулятор продукции гонотропинов. Это небольшой декапептид, который продуцируется гипотерамическими нейронами. Он дальше уже поступает из гипотерамоза по портальной системе к передней доле гипофиза, где взаимодействует специфично с гонадолиберин, специфичными к нему рецепторами, локализованными на поверхности гонадолиберин и дальше уже там стимулирует кальциевые сигналинки, всякие другие пути, что, собственно говоря, приводит к секреции самих гонадолиберин. Надо сказать, что рецептор гонадолиберина очень удивителен. Это классический GPCR, то есть рецептор, который 7 раз пронизывает празматическую мембрану. Но в отличие от большинства GPCR, в этом рецепторе нет так называемого циканцевого цитопразматического хвоста. А ведь именно этот хвост является основной мишенью для так называемых ГРК-кинас, которые фосфорилируют рецепторы и тем самым определяют их дальнейшую судьбу после стимуляции гормонами. Но фактически это дезинститизация и многое другое. Таким образом, в случае гонадолиберина возникает такая необычная ситуация, когда длительная активация рецепторов приводит к все большему усилению гонадолиберинового сигналинга. Задается вопрос, а почему гонадолибериновые при этом прекращают секретироваться? Дело в том, что опустошаются депо, где гонадолиберины в гонадолиберинах собираются. В результате этого уже дальнейшая стимуляция гонадолибериновых рецепторов, она уже ни к чему не приводит. Точнее, она приводит к индукции синтеза гонадолибериновых. Вот это восседание на троне за последние годы существенно, скажем так, стало менее значимым. Появились и очень многие другие регуляторы, которые вполне конкурентны. Ну, если говорить хронологически, то, наверное, первыми были это, конечно, активины и ингибины. Активины и ингибины, кстати, к ним еще относятся в их семействе входит так называемый антимюллеров гормон, который является важнейшим диагностиком. Так вот, это, соответственно, димерные полифептиды, которые экспрессируются репродуктивными тканями, и они относятся к семейству, трансформирующего фактора роста бета. Об этом семействе мы еще сегодня поговорим. Мы видим, что по названию они являются функциональными антагонистами. Ну, скажем, если взять ингибины, то они, соответственно, будут подавлять продукцию гонадолиберинов, в то время как активины, напротив, эту продукцию будут усиливать. Если раньше считали, что основными мишенями активинов и ингибинов являются, собственно говоря, гонадотропоциты гипофиза, то сейчас появились данные о том, что они также могут влиять на гонадолиберин, продуцирующий нейроны гипоталамуса, а также на, собственно говоря, сами гонады. Таким образом, активинные ингибины контролируют и этап, соответственно, секреции гонадолиберина, его воздействия на гонадотропоциты, и, соответственно, продуцирующую активность самих гонадотропоцитов, и чувствительность гонадотропином, соответственно, уже периферических тканей, а конкретно это семейники и яичники. То есть на всех этапах активинные ингибины здесь функциональны. Сомнительно, недавно был обнаружен еще один очень интересный регулятор, это фолистатин. Это такой довольно-таки крупный белок, который является функциональным антагонистом активинов и подавляет секрецию, но не обоих гонадотропинов, а только ФСГ. То есть мы видим, что вот эта сама машина становится все более и более сложной. Ну и, наконец, совсем уже интересно, это, конечно, открытие гонадотропин-ингибирующего гормона. Ну, гормоном громко его, конечно, называют, поскольку все-таки это небольшой пептид, десяточка такой же, как и гонадолиберин. Он продуцируется в паровентрикулярных ядрах гипоталамуса и связывается с рецепторами специфичными к нему, которые локализованы и в гипофизе, и на поверхности гонадолиберин-продуцирующих нейронов. То есть таким образом он контролирует продукцию и гонадолиберина, и бета-слюбеницер ГФСГ. Что очень интересно, что повышение экспрессии гонадотропин-ингибирующего гормона или какое-то его экзогенное введение мышам, допустим, и самкам, и самцам приводит к тому, что они теряют интерес к возможным сексуальным контактам, у них прекращается размножение. То есть, в принципе, несмотря на то, что фертильность, у них все в порядке. Вообще многие считают, что повышение плотности популяции, ну, скажем, это показано на песчанках, приводит к такому повышению уровня гонадотропин-ингибирующего гормона, что при этом фактически популяция прекращает размножаться. Сейчас многие ученые заговорили о том, что этот гормон, он может иметь очень большое значение и для человека, поскольку увеличение плотности населения, всякие прочие факторы могут способствовать повышению уровня этого гормона и быть одной из причин вот снижения, резкого снижения рождаемости, всяких гендерных дисфункций и всяких прочих таких вот моментов, которые мы сейчас наблюдаем негативно. То есть, это еще вот одна интересная такая страничка регуляции продукции гонадотропина. Ну и, наконец, то, чем мы очень подробно занимаемся, у нас как раз российско-индийский грант только что закончился по этому поводу, это адипокины как регуляторы репродукции. У меня есть монография, ее можно найти в Ерайбере, как раз посвященная этой проблеме, совсем недавно написанная. Стоит отметить, что здесь все практически адипокины в той или иной степени влияют на репродукцию, хотя, безусловно, главную скрипку играют лептин и адипонектин. Это функциональные антагонисты между собой и, соответственно, если говорить о адипонектине, то он подавляет продукцию и гонадолибеина, и синтез гонадотропинов в гипофизе, то есть, в принципе, он как бы выполняет такую скорее негативную функцию, хотя, если говорить о гонадах, то здесь влияние адипонектина достаточно разнонаправленное, что там зависит от уровня адипонектина, его изоформа и так далее. Более подробно мы занимаемся лептином, и вот мы видим, что, например, лептин является, я бы сказал, потрясающим совершенно активатором продукции гонадотропинов, и действует он очень по-разному. Вот здесь нарисованы гипотерамические механизмы действия лептина через повышение продукции гонадолибеина. Посмотрите, как он повышает продукцию гонадолибеина всеми возможными путями. То есть, он активирует помп нейроны, увеличивает продукцию альфа-мироноцид, стимулирующего гормона, и тем самым, естественно, стимулирующим образом влияет на гонадолибеин, продуцирующие нейроны. Но при этом он может действовать и через кискептин. Кискептин – известный позитивный регулятор продукции гонадолибеина, причем он может действовать как напрямую, так и через помп нейроны. И этого ему еще оказывается мало, и он начинает еще действовать на те нейроны, которые, наоборот, негативным образом влияют на продукцию гонадолиберина. Это нейроны, которые продуцируют нейропептид Y и акутиподобный пептид. То есть все три вот эти дороги, все они ведут к повышению уровня гонадолиберина и повышению продукции ЛГ и ФСГ. Но, оказывается, это не все. Совсем недавно были сделаны совершенно сенсационные открытия, что лептин, который вообще-то продуцируется, как в городе, и покинут в основном жировой тканью, оказывается, может синтезироваться и внутри самого гипофиза, причем конкретно в гонадотропоцитах. То есть является ауто- и паракринным фактором. Более того, еще вопрос теперь, действуют ли лептин празмы крови на гипофиз вообще. При этом он является позитивным регулятором продукции, ну, в основном, ФСГ в меньшей степени ЛГ. То есть и здесь он является тем, кто повышает продукцию гонадотропинов. И, кроме того, действуя уже на семейники и яичники, он, соответственно, увеличивает чувствительность их к действию, соответственно, до генных гонадотропинов. То есть, кроме того, что он повышает саму продукцию гонадотропинов, он еще и нормализует их регуляцию. Но, правда, здесь необходимо всегда понимать, что, конечно, в случае лептина картина очень такая разнонаправленная, поскольку в случае, если, допустим, у нас есть метаболический синдром и всякие прочие, сахарный диабет второго типа, когда уровень лептина существенно повышен и возникает лептиновая резистентность, то, конечно же, он начинает негативно влиять на всю эту систему. То есть очень многое зависит от статуса лептиновой системы. То есть мы видим, что действительно потрясающе интересное поле регуляции. Я вот посмотрел около 12 тысяч статей в ПАБМЕДе, которые прямо или косвенно касаются именно регуляции гонадотропинов вот всеми теми факторами, о которых я вам сказал. То есть это одно из таких вот, одно из авеню в современной репродуктологии. Но это первое поле, и вот мы тихонечко через ущелье, скажем так, приходим в следующее, соответственно, удивительную долину некоторых неожиданностей. Это связано уже со структурой гонадотропинок. Гонадотропины представляют собой гетеродимеры. Я об этом уже говорил. Альфа-бета-гетеродимеры. Но как обычно гетеродимеры стабилизированы, я имею в виду другие белки. Ну, чаще всего это какие-то слабые взаимодействия. Силы Вандервальца, гидрофобные взаимодействия. И в этом случае, конечно, изменение ионной силы, ПАЖ, раствора, добавление детергентов, добавление хираторов, которые убирают частые ионы, которые стабилизируют димерные комплексы, должно приводить, естественно, к их диссоциации. Другой вариант стабилизации гетеродимеров – это связывание двух цепей ковалентными связями. Обычно это диссоидные мостики. В данном случае изменение окислительно-восстановительного потенциала, всевозможные ферменты, скажем, цистин и зимиразы – все это приводит к тому, что такие димеры тоже будут разрушаться. И вот гранатерапин – это как раз использует еще третий, совершенно уникальный и очень древний, соответственно, вариант стабилизации гетеродимерного комплекса. они связываются буквально как шнурки на ботинках, такой очень мощный узел. Более того, чтобы этот узел не распадался, на концах возникают диссоидные связи, но они возникают внутри субъединиц, а не между ними. И таким образом получается вот такая сверхстабильная структура, которая устойчива к очень многим воздействиям. Самое интересное, что если эту структуру каким-то образом, допустим, рассекать, то в этой ситуации все равно этот гетеродимерный комплекс остается стабильным. Скажем, в случае ХГЧ два рассечения по аминокислотной последовательности, то есть разрыв фактически молекулы, не приводят к тому, что вот эта структура каким-то образом распадается. В результате какое-то имеет следствие. Вы представьте себе еще какой-нибудь белковый гормон такого масштаба, чтобы, будучи, соответственно, секретирован гонадотропоцитами гипофиза, затем долгое время находясь в кровотоке, затем преодолевая всякие гематические барьеры, поступая в всевозможные взаимодействия, чтобы этот гормон оставался функционально активным после экскреции с мочой. Ведь дело в том, что мочевые формы ФСГ и ХГЧ, они лежат в наших аптеках. То есть это то, что, собственно говоря, используется в медицине. То есть это полностью активные гормоны, которые проходят все-все вот такие этапы. И это вот благодаря вот этой древней структуре. И опять-таки я вам напомню, что эта структура как раз является классической для трансформирующих факторов роста бета, тех самых факторов роста бета, семейство которых относится к активиной ингибины. Но и на этом еще не заканчивается. И даже уже вот в этом ущелье, вот ущелье чудес, связанных со структурой, мы находим новую удивительную вещь. Дело в том, что обычно, ведь как мы говорим, у каждого гормона есть определенная аминогислотная последовательность, определенная первичная структура. И она, в общем-то, все в конечном счете определяет. Отчасти это, конечно, так, но есть еще так называемые посттрансизационные модификации. И одной из таких модификаций является гликозелирование. И на самом деле в молекуле гранатерпинов имеется довольно много сайтов для гликозелирования. В альфа-субинице два сайта, еще два сайта находятся в бета-субинице. И вот они модифицируются гликанами. И это фактически придает молекуле гранатерпина такие особые структурные свойства, потому что когда она взаимодействует с рецептором, она же взаимодействует не только вот этой первичной своей полипептидной цепочкой, а она фактически взаимодействует и через вот эти N-гликаны. Для того, чтобы перейти к гликозелированию более подробно, несколько слов о, соответственно, самом процессе гликозелирования. Мы говорим сейчас конкретно об N-гликозелировании, то есть о модифицировании остатков аспарагина. Сначала, как известно, начинает собираться так называемый олигосахаридный предшественник. Он завязан на таком жирном спирте Делихоле. Мы видим здесь три остатка глюкозы, девять маноз и два остатка эноцитилглюкозамина. После этого фермент олигосахаридный трансфераза, который является очень консервативным, еще там обнаружено низших элукариот, она переносит этот олигосахаридный предшественник на берегу к мишени. И вот после этого начинается изменение вот этого острова, после того, как отщепляются гликозидазами три остатка глюкозы, и возникают различные степени ветвления. Вот такие англиканы. Они могут быть неразветренные, двух, трех, четырех, пяти антенные. Когда этот процесс завершается, образование вот такого, собственно, острова, концевые гликозильные остатки, в линии концы вот этого гликана, к ним присоединяются остатки гликозильные, которые, как правило, имеют заряд. Это либо остатки сиаловых кислот, вот как мы видим здесь, причем они могут быть присоединены разными связями, либо остатки сульфатированного N-ацетилгалактозамина, который, естественно, гораздо более серьезно отрицательно заряжен. То есть фактически возникает вот такая сложная конструкция. Мы видим, что каждый этап всех этих взаимодействий катализирует целая серия ферментов. И поэтому от того, какие ферменты находятся в клетке, каково их соотношение, какие кофакторы, все это в той или иной степени определяет, каким же образом все-таки будет идти это гликозилирование. Итак, обратимся к нашим гонотерапинам. Я сказал, что во всех, ну, альфа-симинец одинаково во всех, конечно, как вы помните, да, один и тот же ген. Значит, в альфа-симинец имеется два сайта. Что касается ЛГ, ХГЧ и ФСГ, то в них имеется один, два и два сайта, соответственно, для N-гликозилирования. Не обращайте внимания еще на обликозилирование в конце концовой части молекулы ХГЧ, о нем сегодня мы говорить не будем. И вот дальше самое интересное. ЛГ синтезируется в лютоотропоцитах, да, то есть это вот специализированные клетки одной из родновидностей гононотропоцитов. Там есть своя машина гликозилирования. Мы видим, что гликаны, которые здесь оказываются на этом бюрке, они имеют одинаковую степень разветвленности. Они не очень сильно разветвленные. Обычно это либо вообще не разветвленные, либо гибридные, двух, максимум трехантенные. При этом они имеют довольно большое количество сульфатированного N-ацетилга актозамина, что придает им довольно сильный отрицательный заявок. Причем обратите внимание, что альфа, что бета-субеницы, они гликозилированы одинаковым образом. Со всем рядом с лютоотропоцитами находятся фолликовые тропоциты, в которых синтезируется ФСГН. Вы посмотрите, какая разница. Здесь совершенно другая машина гликозилирования. Совершенно другая степень ветвления гликанов. То есть мы видим, что они уже трех, четырех, даже пятиантенные. Правда, здесь довольно-таки мало сульфатированного N-ацетилга актозамина, но это и понятно, иначе заряд будет слишком отрицательный. То есть мы видим, что фактически соседние клетки продуцируют совершенно разные по статусу гликозилирования глинотерапины. Теперь возьмем ХГЧ. В данной ситуации приведен пример именно процентарного, то есть регулярного ХГЧ, которого мы все хорошо знаем. Это, соответственно, клетки проценты, и здесь мы видим, что также машина гликозилирования другая. Да, степень разлетения такая же, как в случае ЛГ, но здесь практически нет сульфатированного N-ацетилга актозамина. Кстати, отсюда делается очень интересный вывод. Мы всегда говорим, что альфа-стюбеницу у всех глинотерапинов одинаковая. Да не одинаковая она, поскольку мы видим, что на самом деле гликозилирование это здесь очень сильно отличается, оно совершенно разное. Таким образом, мы видим, что у нас от гликозилирования очень многое может зависеть. Но когда с помощью современнейших методов масс-спектрометрии начали изучать структуру гликанов, то были потрясены еще в большей степени. Оказалось, что этих гликанов очень много вариантов. И вот здесь мы видим для молекул ФСГ, выделенных у женщин, колоссальное количество вариантов англиканов. И при этом мы видим, что, конечно, превалируют в основном те гликаны, которые имеют довольно большую степень развития, но есть, в общем-то, и другие формы. Вот что мы можем сделать, какой мы можем сделать вывод из того, что здесь у нас, соответственно, представлено? Ну, во-первых, можно сказать о том, что у каждой женщины имеется довольно большое количество различных молекул ФСГ. Фактически, поскольку эти молекулы ФСГ определяют биологическую активность ФСГ, то понятное дело, что и определенный паттерн биологической активности этих молекул ФСГ. Вот часто делают анализы на ФСГ, там, РГ и так далее, определяя их в общее количество. Но дело это все в том, что очень важным является не общее количество гормона, а его биологическая активность. Поэтому уровень ФСГ может быть сильно повышен, но на самом деле это могут быть малоактивные формы. Это первое, значит, следствие. Второе следствие. Когда начали изучать различных женщин, то оказалось, что паттерн вот этих молекул, у каждой из них индивидуален. То есть практически у каждой из них имеются какие-то определенные особенности вот этого паттерна молекул гононтерапина. Кстати, количество вариантов, которые могут быть для молекул очень большое. Ведь у нас 4 сайта гликозелирования. Вот такое большое разнообразие гликанов – это безумное количество вариантов. И вот у каждой женщины есть какая-то вот своя индивидуальная карта. И причем при некоторых заболеваниях, скажем, синдром поликистозных речников, отмечают существенные изменения вот этого статуса гликозелирования. Ну и, наконец, вот обратите внимание на название этого сайта – структура гипофизарного и мочевого. И вы видите, что во многих случаях эти два символа, они находятся рядом. То есть о чем это говорит? Что даже после экскреции с мочой не только структура вот эта узловая, которая есть в ФСГ, но и статус гликозелирования остается, сохраняется. Это является еще одним доказательством того, что ФСГ, а то же самое можно сказать и АБРГ и ХГЧ, потому что это в качестве примера, они выводятся с мочой в биологически активной форме. Далее. Мы с вами говорили о том, что у нас имеется 4 сайта гликозелирования, скажем, в ФСГ. Два в альфа-сюгнице, два в бета. Так вот, помимо вот такого разнообразия англиканов, у нас, оказывается, может быть еще и разнообразие в самой степени гликозелирования. Мы видим, что, допустим, у нас может быть полностью гликозелированная форма, а может быть форма, которая имеет три или только два гликана. Что касается форм, имеющей один гликан или вообще, где гликозелированных, обычно в организме они редко встречаются. Вот, оказывается, биологическая активность этих форм тоже очень сильно отличается. Ну, посмотрите сами. У вас имеется 4 гликана, значительных по объему, с отрицательным зарядом. Как такая молекула может подойти к своему рецептору? Это, конечно, не очень хорошо. Поэтому афинность связывания вот таких сильно гликозелированных форм с рецептором ФСГ, она не очень высокая. Более того, такая молекула, она не просто взаимодействует с собственным молекулой рецептора, она еще и мешает соседним молекулам рецептора взаимодействовать с гормоном. То есть, скажем, вот если в случае вот таких высокоактивных, которые с высокой афинностью связываются с рецепторами форм, соотношение, если взять гормон рецептора 1 к 1, 1 к 2, то в случае вот таких полностью гликозелированных 1 к 4, 1 к 5 и больше. То есть, конечно, вот вроде бы по всем параметрам такая форма, она не очень получается и оптимальна, потому что она взаимодействует не очень хорошо. И казалось бы даже, что это все имеет очень большое значение, то есть не казалось бы, это, конечно, имеет большое значение для всей нашей физиологии. Действительно, вот посмотрите, пожалуйста, соотношение слабой и сильно гликозелированной формы ФСГ у молодых женщин и у пожилых женщин. Мы помним, что слабо-гликозелированные формы, они более активны. И мы видим, что у молодых женщин соотношение 70 к 30, а у женщин, которые находятся в постминентопаузе 20 к 80. Это вполне логично, потому что, конечно, функции гонотропинов в процессе антогенеза существенно меняются. Кстати, что интересно, вот резкие изменения вот этого соотношения наблюдаются за 6 лет до начала постминентопаузы. И еще один мощный такой скачок, причем довольно-таки такой резкий, за 2 года. То есть если точно оценивать соотношение вот этих форм ФСГ, кстати, там в случае ФСГ тоже есть определенные интересные закономерности, то можно точно предсказать начало постминентопаузы. Но оказывается, не только антогенез контролируется, соответственно, соотношением этих гликозелированных форм. Обратите внимание, это у нас менструальный цикл. И вот фолликулярная фаза менструального цикла до примерно 14 дня, мы видим, что превалирует высоко гликозелирование, а потому менее активная форма. Потом идет резкий подъем менее гликозелированный, более активной формы, причем то же самое даже в более жесткой степени, естественно, происходит в случае ФСГ, потому что ФСГ главный индуктор овуляции. Наступает овуляция, и после этого литериновая фаза опять, соответственно, ситуация возвращается к той, которая была в фолликулярную фазу. При этом это очень важно, потому что для нормального развития фолликулов нет необходимости очень сильной активации с помощью ФСГ и РГ. Поэтому как раз в этот период работают вот такие высокогликозелированные, малоактивные формы. Получается, то же самое, кстати, касается такое же соотношение, связанное и с соотношением заряженных, гликозельных остатков, и со многими другими параметрами ФСГ и РГ. То есть в каждый день менструального цикла мы имеем четкий паспорт соотношения гононотропинов. И всевозможные нарушения менструального цикла, допустим, там, ановуляция и все прочее, все это приводит, естественно, к тому, что, значит, все это обусловлено тем, что как раз нарушается вот это соотношение различных форм гликозелирования. Наконец, мы переходим к следующей нашей долине. Снова долина, которая связана теперь уже, собственно, со структурой рецептора. И здесь мы встречаемся уже с рецепторами ФСГ и РГ, у которых действительно есть очень удивительные структурные особенности. Ну, в данном случае мы все время говорим о рецепторе ФСГ. Все, что я говорил об ФСГ, можно точно так же перерожить и на РГ. Это классические рецепторы, сопряженные с ЖБРКами. Классический ЖПСР, который 7 раз пронизывает мембрану. Но мы помним, что в большинстве рецепторов вот здесь, внутри трансмембранного канала, который образован вот этими семью гидрофобными участками, и локализован высокоарфинный регант, связывающий сайт, куда, собственно говоря, попадает гормон. Он меняет, соответственно, структуру вот этого трансмембранного канала, изменяет конформацию цитопазматических петель, которые взаимодействуют с ЖБРКами, там, бета-ристинами и так далее, и тем самым фактически определяет индукцию гормонального сигнала запуск внутриклеточных сигнальных аспадов. Что мы видим в случае рецептора ФСГ? Естественно, у нас колоссальный по размеру гормон, да еще вот с такой узловой структурой. Ему очень сложно, или точнее даже невозможно было бы проникнуть или даже приблизиться вот к этому трансмембранному домену. И природа здесь придумывает совершенно другую ситуацию. Ну, здесь есть очень такой интересный путь эволюции подобных рецепторов. Она конструирует эктодомен, с которым, собственно говоря, и будет связываться наш гранатерапин. Этот эктодомен очень большой по размеру, он вынесен во вне клетчатого пространства. Возникает вопрос, как же тогда, собственно, происходит активация рецептора. Дело в том, что вот этот эктодомен, он как бы лежит на трансмембранном домене и сохраняет его в неактивном состоянии. Ну, то же самое, что как спящая красавица, да? В данном случае гранатерапин, как принц, который целует, соответственно, этот эктодомен, точнее, с ним связывается, и таким образом будет трансмембранный домен и запускает сигнал. В случае рецептора ТТГ, который также устроен, просто отсечение вот этого эктодомена уже приводит к длительной гиперактивации всего рецептора. То есть, фактически, это некая такая ингибирующая часть. И вот гранатерапин связывается с этой ингибирующей частью, чтобы ее, соответственно, сдвинуть с места и таким образом активировать рецептор. При этом мы помним, что это гетеродимер. И вот каждая субъединица гранатерапина, она выполняет вполне определенную, вполне конкретную функцию. В этой субъединице она индивидуально у каждого гранатерапина. И ее основная функция – это специфическое высокофинное связывание с этим эктодоменом. Ну, скажем, в данном случае, ФСГ связывается с рецептором ФСГ, СНРГ, СРГ. А вот что касается альфа-субъединицы, то она действует как рычаг Архимеда. Фактически, именно она необходима как физический такой компонент, чтобы сдвинуть этот эктодомен. Из этого, кстати, понятно, что мономеры, они в данной ситуации являются неактивными. В случае бета-субъединицы – это либо вообще отсутствие связывания, либо антагонистические эффекты, то есть он мешает взаимодействию с самого гранатерапина. Но альфа-субъединица, она вообще, в данном случае, мало интересна, насколько она именно как физический рычаг действует. Но после того, как гормон связался с рецептором, чудеса продолжаются еще в большей степени. Уже давно известно, что один GPCR – это не один GBR, хотя, конечно, все GPCR мы до сих пор называем по тем GBR, с которыми они сопряжены. Скажем, если говорить о БРГ и ФСГ рецепторах, то мы их называем GS-сопряженные рецепторы, потому что действительно основной сигнальный каскад – это все-таки через GS-белок и аденила циклазу. И, безусловно, это взаимодействие имеет место и быть. Но оказывается, помимо этого взаимодействия, рецепторы ФСГ, как и рецепторы ЛБ, взаимодействуют и с другими типами GBR. Это GI-белок, и через него возникает наиболее короткая обратная связь, то есть бракирование вот этого GS-сигнала. Это GQ-белок, он здесь, к сожалению, не обозначен, но в случае рецепторы ЛБ играет очень большую роль. Это стимуляция фосфолипазы С и кальциевого сигналинга. Это ряд регуляторных адаптерных белков, ну, прежде всего, белки АППЛ-семейства. И, кроме того, это БТ-арестины. То есть у нас получается вот такая множественная система регуляции. Но это, оказывается, еще не все. Если мы активируем через GS-белок аденила циклазу вот эту всю CMF-зависимую систему, ну, в частности, повышаем уровень CMF, то мы можем запускать два каскада. Через полицинкеназу А, это примерно 80% всех CMF-зависимых каскадов, но также еще и через CMF-активируемые обменные факторы семейства ИПАП. Здесь также идет активация определенных эффекторных звеньев. То есть мы видим, что даже здесь у нас происходит некая такая дивергенция сигнала. Еще больше дивергенция сигнала, и функционально важное, происходит на уровне БТ-арестины. Дело в том, что БТ-арестины могут взаимодействовать с рецептором только после того, как они фосфолидированы ГРК-киназами по цитопазматическим доменам, точнее, по цикл-концевому домену. Но ГРК-киназ много. И, скажем, для рецептора ФСГ имеется, по крайней мере, четыре их представителя. В зависимости от того, какие ГРК-киназы будут фосфолидировать рецепторы, соответственно, таким образом и БТ-арестины будут взаимодействовать с ними. Например, в случае фосфолидирования ГРК-2,3 киназами, мы видим, что взаимодействие рецептора ФСГ с БТ-арестинами приводит к образованию эндосом, то есть фактически это легант, опосредуемый эндоцитоз. И затем уже вот этот комплекс, это фактически сигнал осома, либо рециклизуется после того, как все закончилось с новой мембраной, либо подвергаются протеосомной деградации. То есть это один из путей даунрегуляции рецептора ФСГ. А в случае, если у нас идет фосфолидирование через киназы ГРК-5,6, в данной ситуации БТ-арестин взаимодействует с таким рецептором фосфолидированным по-другому и активирует каскад метагена, активируемый претинкеназ. То есть вот получается такая довольно интересная ситуация, что даже в случае конкретных каскадов тоже у нас есть такие разветвления. Чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что рецептор может находиться в нескольких активных конформациях после взаимодействия с гормоном. При этом важным является именно соотношение этих активных конформаций. Скажем, если, допустим, рецептор находится в какой-то активной конформации примерно 70% времени, то понятное дело, что именно через этот сигнальный путь и будет проходить в основном сигнал. Но кто же определяет вот эти активные конформации, которых явно много? Ну, прежде всего, это, конечно, микроокружение рецептора. Это логично, потому что если у нас имеются, допустим, какие-то определенные белки, то понятное дело, что они, во-первых, являются теми факторами, через которые будет идти сигнал, во-вторых, они, в общем, определяют активную конформацию, стабилизируют ее, определенную конформацию. Это всевозможные мутации в самом рецепторе. Но для фармакологии все-таки наиболее важными являются сами гормоны, потому что, конечно, влиять на остальные броки достаточно сложно, по крайней мере, сейчас. И вот в случае гононотерапинов как раз возникает вот такая ситуация, о которой мы как раз уже говорили, что у нас имеется много различных форм гликозелирования, которые по-разному влияют на вот это соотношение активных конформаций. И, сейчас, секундочку назад, наверное, еще. И, значит, здесь вот мы с вами говорили, что есть высокогликозелированные, потому малоактивные формы, и слабогликозелированные, и потому более активные формы. Любой у фармаколог начинает всегда, конечно, стараться найти какую-то более активную форму того гормона, с которым она работает. Так вот, на самом деле, здесь это не очень хорошо. Оказывается, что когда мы фактически имеем высокоактивную форму, то у нас начинает превалировать так называемая цис-активация. Кстати, между прочим, цис-активация как раз очень интенсивно изучается на примере рецепторов гонотропинов, хотя она является типичной для многих типов рецепторов. При этом вот эта суперактивация приводит к образованию паттерна активных информаций, и таким образом селективность, соответственно, сигнала уже на эффектором эндапе, она становится довольно-таки низкой. А вот в случае, когда мы имеем уже малоактивные формы гормонов, то они очень селективно становятся в плане взаимодействия. Во-первых, мы видим, что в этом случае она очень такая пушистая, большая, с большим качеством гликанов, и сложно взаимодействовать с одним рецептором, и при этом в этом самом рецепторе реализовывают все свои активирующие функции. То есть здесь получается фактически процесс транс-активации взаимодействия с одним рецептором, и при этом сигнал начинает переходить через другой рецептор. Так вот при транс-активации, важнейшим следствием этой транс-активации, это вообще фундаментальный сейчас процесс, повышается эффекторная специфичность. Многие вообще считают, что практически большая часть гормональных сигналов осуществляется именно путем такой транс-активации. Причем в этом процессе транс-активации могут участвовать необязательно даже одинаковые рецепторы. Это могут быть не только гомоны и гетеродимеры. И на самом деле вот это открытие по процессе транс-активации, оно совмещается с изучением того, как ЛГ и ФСГ регулируют различные стадии фолликовой генезы. Вот обратите внимание, я сейчас не буду на этом подробно останавливаться, но мы видим, что различные комбинации рецепторов ФСГ и РГ, различные соотношения воздействия ФСГ и РГ, они вот очень важны для того, чтобы нормально, соответственно, развивался фолликул. И вот на последней уже стадии, уже преаволеторной, когда начинается такая мощная уже активация, мы видим, что в дело вступают конкретно уже гомодимеры, и здесь уже фактически идет механизм классической цис-активации. И для фармакологии крайне важным является выбор различных форм гликозилированных гормонов, и мы видим, что вот, например, ФСГ, которые являются сильно гликозилированными и потому менее активными, они, как ни странно, при их использовании в вспомогательных и репродуктивных технологиях приводят к очень гармоничному развитию фолликулов, при этом этих фолликулов не так много, как в случае, допустим, воздействия срабогликозилированных и потому очень активных форм, но зато они высокого качества и дают очень хорошее потомство. Чего не скажешь, а вот такой гиперактивации, когда фолликулов становится много, но при этом тут и синдром пустого фолликула, и всякие эпигенетические и прочие не очень позитивные последствия. Таким образом, выбор соответствующих гликозилированных форм, выбор соответствующей активности и специфичности гранатропинов это очень важная задача для фармакологии, поэтому все, что мы сейчас говорим, все очень широко применяется сейчас в репродуктологии, имеет очень большое значение для здоровья нашего потомства. У меня завтра будет еще одна лекция, которая посвящена нескольким другим аспектам гранатропинов, но сейчас я все-таки и там будет подробно рассказываться о ХГЧ, несколько слов я сейчас скажу и в отношении ХГЧ и в этой лекции. Это тоже еще одно удивление, которое всех ждало. Дело в том, что до этого все считали, что ХГЧ у нас один, и во всех учебниках вы найдете, что ХГЧ – это гормон, который вырабатывается в первом триместре беременности. И вот неожиданно оказалось, что этот гормон может вырабатываться, оказывается, не только процентой в первом триместре беременности, если у беременных женщин, понятное дело, но оказывается и в гипофизе, так называемая гипофизарная сульфатированная форма ХГЧ. Понятное дело, что он вырабатывается при этом не только у женщин, но и у мужчин. Причем, если взять, допустим, количество гипофизарного ХГЧ и его функционального гоморога ЛГ, то у постменобузальных женщин вот этого гипофизарного ХГЧ даже больше, чем ЛГ. У мужчин на начальном этапе раннего пубертате ХГЧ гипофизарного не так много, где-то 20% от ЛГ, а уже вот в старости, соответственно, уровень гипофизарного ХГЧ становится сопоставимым с уровнем ЛГ. Функции гипофизарного ЛГ пока до конца непонятны. Так же, как и ЛГ, он взаимодействует с рецептором ЛГ. По своему статусу гликозелирования он очень похож, естественно, на ЛГ, ну, то есть практически ему идентичен. И вот сейчас очень многие ученые начали этим активно заниматься. Это действительно практически новый гранатерпин, который сейчас всех, ну, что называется, ошарашил в прямом смысле этого слова. Но даже в отношении тех гранатерпинов, которые продуцируются проценты, тоже все оказалось не так-то просто. Вот этот процентарный регулярный ХГЧ, который продается в аптеках, который все, в общем-то, знают, и везде он описан, он продуцируется в основном только начиная с третьей недели после беременности. Он такой достаточно мирный, регулирует очень многие процессы роста, стереогенеза. При этом он так же, как и РГ, воздействует на рецептор РГ. То есть, в принципе, все как бы здесь нормально и без всяких каких-то изысков. Но оказывается, на начальном, самом раннем этапе, то есть еще на стадии буквально раннего эмбриона, первых его дней, идет секреция не процентарного, а гипергегазилированного ХГЧ. Совершенно другая форма. И при этом она, соответственно, воздействует не на рецепторы РГ, она воздействует на рецепторы, трансформирующие факторы роста бета, опять того самого фактора, о котором мы столько уже сегодня говорили. И когда говорили об узловой структуре гранатропинов, когда говорили об активированных ингибинах, которые к этому семейству относятся. Так вот, при активации этого рецептора начинает генерироваться колоссальный антиапоптеротический сигнал, при этом мощнейший метагенный эффект, то есть это вот тот самый взрыв колоссальный, когда энциклетка начинает обрадотворенно быстро делиться, и вообще вот этот первый этап, он как бомба буквально, то есть никогда такой больше скорости деления клеток в эгазме не будет. Это все как раз связано с гипергегазилированным ХГЧ. При этом на этом же этапе появляется еще и мономерная форма ХГЧ, поскольку вот при такой сильной гипергегазилировании взаимодействие между альфа-бета-сегницами становится, ну скажем так, не очень прочным. Естественно, потом организм убирает вот этого агрессора, будем так говорить, который вот как раз является мощным метагеном и заменяет его на процентарный ХГЧ. Сама по себе вот эта ситуация оказалась очень интересной, и сейчас колоссальная качество работы как раз посвящено изучению вот этих различных форм ХГЧ. То есть вот эта наша парадигма, что все так здесь просто, тоже фактически существенным образом поменялась. Ну и в заключении я хотел бы остановиться еще на одной очень интересной области, которая легла в основу и когда-то гранд-ТРФ и Куя сейчас является основой нашего гранд-ТРНФ. Вот как раз только что статья International Molecular Science как раз принято к печати, уже опубликовано, даже вчера появилась в Абмеде по этому поводу. Это касается дополнительных путей регуляции гранд-ТРФ, рецепторов гранд-ТРФ. В чем есть проблема? Естественно, что гранд-ТРФ взаимодействует с эктодоменом. Казалось бы, с ними все в порядке, но вот эти мочевые формы, о которых я говорил, они устойчивы, они обрадают биологической активностью, но они, к сожалению, содержат часто довольно много примесей. Потом вы же прекрасно понимаете, что когда эти гранд-ТРФ выделяют из мочи, в зависимости от источника их активность сильно меняется. Вот когда вы берете, допустим, препарат КГЧ мочевой, то активность конкретно вот в этом препарате может меняться в диапазоне 2-4 раза. То есть это довольно существенно, особенно для медицины. Я уж не говорю, собственно, на самих экспериментах. Кроме того, скажем, в случае РГ вообще выделить из мочи РГ невозможно, потому что его просто там очень мало. Он там тоже устойчив, но его там мало. Поэтому, соответственно, разрабатывают рекомбинантные формы гранд-ТРФ. Этим сейчас занимаются многие фирмы, и рекомбинантные формы давно используются в фармакологии, но у них другая проблема. Их статус гликозелирования, о котором я говорил, совершенно другой, чем у природных форм. Это вполне объяснимо, потому что клетки реакторов, в которых эти рекомбинантные формы, синтезируют, они имеют, естественно, другой набор ферментов. И добиться, даже несмотря на то, что там клетки специальные берут сейчас, добиться соответствия очень сложно и практически даже невозможно. То есть там идет гиперактивация, в основном очень сильно активированная форма, которая приводит к массе побочных эффектов. Тоже определенная проблема. Более того, совершенно нет антагонистов и инверсионных органистов. А это тоже в ряде случаев бывает необходимо, особенно, скажем, при лечении онкологических заболеваний, которые зависят от гранд-терапии. И таким образом возникает задача создать какие-то другие классы таких регуляторов. И мы помним о том, что как раз в трансмембранном домене рецепторов гранд-терапии, где во всех остальных рецепторах находится артистерический элегантный связывающий сайт во время активации гранд-терапии, пусто. И вот эта пустота, на самом деле, она нас очень сильно привлекла, привлекла и иностранных ученых, которые эти работы начали еще с 2002 года, но мы подключились немножко позже. Именно здесь, внутри этого трансмембранного канала рецепторов ЛГ и ФСГ находится артистерический сайт. И вот путем колоссальных всяких там исследований, сейчас не буду этого касаться подробно, потому что у нас будут еще доклады по этому поводу на конференции, было показано, что ряд низкомолекулярных соединений, гетероцикл в основном, они способны связываться с этим сайтом и таким образом функционируют либо как агонисты, либо как инверсионные агонисты, либо как антагонисты. Естественно, они являются низкомолекулярными соединениями. Здесь приведено одно из наших соединений, которое как раз наиболее интенсивно нами изучается. Сразу скажу, что у нас синтезировано несколько десятков соединений. Это даже, открою секрет, не самое активное, потому что самое активное мы, наверное, будем патентовать. Так вот, соответственно, они разрабатываются с помощью молекулярного докинга, эти структуры. Дальше они анализируются. И вот я вам просто в качестве иллюстрации покажу конечный результат. Я сейчас не буду говорить о экспериментах инвитера, обо всех этих тестах, которые есть. Это уже конкретный результат, то есть введение данных соединений, а это соединение как раз ТП, ТН и пиамидин, соединений крысам. Естественно, мы вводили самсам крысы, поэтому ориентировались на продукцию тестестерона, потому что одним из основных результатов воздействия гранатопина, в данном случае в качестве стандарта использовался ХГЧ, это золотой стандарт, является именно повышение уровня тестестерона. И вот мы видим, что если в первый день ХГЧ существенно превосходил наш ТН и пиамидин, и, кстати, в этом ничего плохого нет, потому что это мощная гиперстимуляция, которая обычно является вредной и как раз с ней обычно и борется, хотя это, конечно, доза, которая позволяет достичь только 70-процентного эффекта. Но дальше мы видим, что уже к третьему дню эффект гранатопина начинает падать, это понятно, снижается экспрессия рецепторов РГ, выжигаются вот те сигнальные каскады, которые, соответственно, на ХГЧ активируют, а наш ТН и пиамидин в данной ситуации сохраняет активность примерно на том же уровне и, в общем, становится сопоставимым с гранатопином. Более того, если мы берем диабетических животных, то мы видим, что уже после третьего дня эффекты становятся практически одинаковыми. А самый эффект ХГЧ, в данном случае, уже не столь сильно выражен, но тоже имеется вот такой специфический пик. Надо сказать, что наши исследования ориентированы на самцов, но гораздо большее значение эти исследования имеют в отношении, конечно, контроля фолликулогенеза и индукции овуляции у самок. В данном случае, конечно, это важно для вспомогательных репродуктивных технологий у человека. То есть вот, фактически, это тоже такое интересное поле, поле, которое сейчас, в общем, хорошо окучивается крупнейшими фармакологическими компаниями. И, в общем, я очень, кстати, доволен, что нам удалось пробиться сквозь вот эту публикацию, потому что, в общем, фармакологи, которые на нас кинулись и, видимо, не очень сильно хотели выпускать в эту область, они, в общем, два больших таких раунда рецензирования нам дали по этому поводу. Но все-таки мы свою, как бы, приоритет здесь отстояли и теперь, в общем, будем продолжать эту работу дальше. Ну вот, я думаю, что мы с вами попутешествовали по вот таким различным полям и я думаю, что мне удалось все-таки заранить такой вот интерес к гонотропинам тем, кто о них мало знает, ну и, естественно, наверное, поделиться некоторыми новыми событиями, которые в этой области произошли с теми, кто занимается и продуктивной физиологией более тесно. Спасибо за внимание. Давайте поблагодарим. Есть ли вопросы к Александру Олеговичу? Я думаю, что такая интересная лекция должна эти вопросы быть. Очень добрый, сожжение. Да, Олег Гиршич, можете задать вопрос, у вас микрофон сейчас выключен. Нет, ничего не видно, да? Это кто? Пока звука нет. Микрофон выключен. Говорит, да можно, нет? Ничего не видно. Ладно. Давайте пока. Ну, там и все, пожалуйста, пока. Хотели вопрос задать, да? Тише, 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 тише. Можно мне вопрос задать? Добрый день. Добрый день. Да, 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 конечно. Добрый день. С приветом из Москвы. Тараса Ольга Сергеевна. Александр Ильич, огромное спасибо за лекцию. Мне, на самом деле, может быть, я упустила, когда вы говорили, а как регулируется гликозилирование? Ведь вот благодаря каким изменениям в организме меняется вот паттерн гликозилирования с возрастом в течение менструального цикла? Известно ли что-нибудь по этому поводу? Значит, этот вопрос сейчас как раз вот очень много работ по этому поводу имеется. И, как ни парадоксально, значит, здесь есть очень много факторов. Это, во-первых, по механизму, что называется, обратной связи, грубо говоря, значит, эстрогены и прогестерон, значит, соответственно, способны регулировать экспрессию многих ферментов, которые участвуют как раз в гликозилировании. Это как раз прямой как бы вот такой, прямой как бы отклик, да, вот системы гонадной на то, какое необходимое гликозилирование. Это первый вариант. Второй вариант очень важный, что очень многие факторы, которые контролируют саркадные ритмы, они также, соответственно, влияют на гликозилирование. Именно поэтому, вообще-то говоря, гликозилирование гонадотерпинов меняется даже не только в ходе менструального цикла, но даже и в течение дня. То есть даже здесь есть вот именно такие циркадные ритмы, и там как раз есть очень много генов, которые, так называемые, гены, которые, соответственно, также вовлечены в этот процесс. Но плюс к этому, конечно, это факторы метаболические. Скажем, наши адипокины, которые мы изучаем, оказалось, тоже влияют на гликозилирование. Именно, кстати, поэтому воспроизвести вот этот физиологический вариант контроля гликозилирования в клеточной культуре, вот когда делают, скажем, рекомбинантные формы гонадотерпинов, становится, ну, практически неосуществимым, потому что действительно организм постоянно находится в связи с вот этой машиной гликозилирования и постоянно подстраивает ее под ту ситуацию, в которой он находится. То есть это удивительная, конечно, такая вещь. И причем там ведь есть очень много белков, которые, ну, скажем так, не просто там экспрессия, допустим, меняется, но они еще влияют и на, соответственно, доступность тех или иных ферментов, потому что очень важно, какие ферменты гликозилирования находятся в каком компактменте, ведь эти процессы идут вот на фазматическом IT, кроме транс-гольджи и так далее. И вот здесь очень важно как раз трафик этих ферментов. Иногда их может быть много, вот эти на этом многие авторы, ну, что называется, спотыкались, а потом видели, что на самом деле вместе с самого синтеза этих ферментов нет, или они неактивны. Это очень интересная проблема, конечно, и я бы сказал так, что фармакологи, конечно, пытаются ее тоже решить, потому что это позволит тогда рекомбинантные формы приблизить к природным формам. Но пока не очень много получается еще. Спасибо большое за вопрос. Есть ли еще вопросы к Александру Олеговичу? В чате пока не вижу. Можно мне тогда вопрос, Александр Олегович? Да, конечно. Вы говорили о том, что профиль гликанов индивидуален, и в то же время, что с возрастом и состоянием репродуктивной женщины он меняется. Так вот, может ли такой профиль быть, условно говоря, паспортным, или в силу того, что он меняется, это невозможно? Скажем так, естественно, что он меняется в процессе антогенеза. Это вполне закономерный процесс. Но дело в том, что, вообще говоря, выявлены сейчас, и тоже на это обратили большое внимание, кстати, репродуктологи на это очень большое внимание тоже обращают, выявлены существенные различия между, соответственно, паттерном гликозилирования у здоровых женщин, допустим, и женщин, ну, синдром поликистоза яичников, это такая наиболее серьезная патология, это 10-15% все-таки всех женщин, да, соответственно, и вот у них действительно изменения очень существенные. Это связано с тем, что там, соответственно, то есть, вернее так, это может быть как причиной СПКИ, одной из возможных причин, по крайней мере, копричин, скажем так, да, так и некоторым следствием. Вот, значит, и, в принципе, некоторые изменения настолько существенны в гликозилировании, что они могут быть действительно как вот некая такая паспортная характеристика. Но пока, вот, скажем, выявить значимые и незначимые изменения в паттерне гликозилирования довольно-таки сложно. То есть, есть только вот такие явные патологические случаи, где действительно это, в общем, можно реализовать. Но это весьма интересная такая проблематика. Кстати, вот по поводу возраста тоже я хотел бы сказать интересную вещь. Ведь очень часто, когда говорят, что, ну, вот у постменопузальных женщин совсем все плохо, активных форм ФСГ становится совсем мало, но тут есть одна тонкость. Само количество ФСГ увеличивается у них примерно в 2-2,5 раза. И поэтому удельная, значит, доля, соответственно, вот этих форм, она, соответственно, тоже увеличивается. В смысле, понятно, не удельная, наоборот, общее количество, конечно, тоже при этом увеличивается. Поэтому разница не такая уже критическая. но там получается так, что вот эти менее активные формы, они смягчают воздействие более активных форм. То есть их превалирование в системе, оно как бы, ну, что называется, забивает рецепторы, не позволяет высокоактивным формам совершать вот какие-то такие слишком неадекватные сигнальные события. Спасибо. Еще есть остались вопросы? У нас, наверное, на один или два вопроса время есть. Я пока не вижу. Тогда давайте еще раз поблагодарим замечательную лекцию Александра Олеговича.